В Беларуси за последние три дня зафиксирован рост ойри, гриппа и коронавирусной инфекции. Только за сутки прибавилось порядка двух тысяч пациентов с COVID-19. К приходу нового штамма «Амикрон» отмечают специалисты. Больницы и поликлиники готовились заранее. Проверены кислородные системы, увеличены запасы лекарств, масок и перчаток. Для пациентов перепрофилировано 11 тысяч коек. На тему эпидемиологической обстановки в стране Минздрав провёл брифинг. «Особенностью данного подъёма является то, что клинические проявления появляются достаточно быстро, то есть инкубационный период сократился, но и длительность заболевания опять-таки сократилась». При отсутствии клинических симптомов врачам разрешено выдавать листки нетрудоспособности до недели. Кроме того, работники, которые болеют ОРВИ, по согласованию с нанимателем, могут от одного до трёх дней оставаться дома без больничного. Школьники же до пяти. Такие меры уменьшат нагрузку на поликлиники. Плюс теперь медики имеют право ставить диагноз коронавирус без ПЦР-теста. Исключение случаи, когда требуется госпитализация. Для тех, кто хочет перестраховаться, можно проверить себя самостоятельно. ПЦР-тест на COVID-19 продаётся во многих аптеках. Есть несколько видов. Средняя цена – 14 рублей. Внутри – пошаговая инструкция. Иммунизация – всё ещё самая надёжная защита. С ней заболевшие переносят вирус без тяжёлых симптомов, в частности, пневмония. Период выздоровления при этом не затягивается. Пункты в поликлиниках работают даже выходные. Сейчас прививают и подростков от 12 до 17. В Бобруйский укол сделали уже полторы тысячи ребят. Всего вакцинировалось 135 тысяч населения. Это 60%. На территории Бобруйска применяются следующие вакцины в настоящее время. Это китайская инактивированная вакцина Вироселл, Ковивак российская инактивированная вакцина. Также спутник Лайт. Это вакцина, которую можно использовать для первичной вакцинации, либо для бустерной вакцинации. К слову, при бессимптомной форме коронавируса самоизоляция длится минимум 7 дней. Лечение предполагает обильное питье и витаминотерапию. Чтобы избежать осложнений, медики рекомендуют тщательно прислушиваться к организму и проверять температуру не реже раза в сутки. И самое важное – соблюдать социальную дистанцию, чтобы не подвергать опасности своих близких.